Друзья, всем привет! Вы на канале Миллионер за 7 лет, где мы продолжаем серию влогов о том, можно ли заработать, создать капитал, эквивалентный 1 миллиону долларов в течение 7 лет. Меня зовут Мирослав Король, и перед тем, как продолжить смотреть этот выпуск, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Ну а мы начинаем! Друзья, всем привет! Украин среди разных выступающих, там был в том числе спикер Эдвард Дубинский, семинар которого я посетил позже, и вот непосредственно на семинаре этот спикер говорил, среди прочего, о паевых инвестиционных фондах и ETF-ах, и непосредственно доступа к этим инструментам посредством зарубежных страховых компаний. Тогда я особо этому не придал значения и вернулся уже спустя год, когда был за границей, опять-таки к этому, к этим инструментам и к доступу к этим инструментам, и начал разбираться в том числе, что такое зарубежные страховые компании. Итак, что такое зарубежные страховые компании? Зарубежные страховые компании это реальные страховые компании, о которых возможно даже многие слышали, среди них есть и Generali Garant, и Swiss Life, Zurich, Custodian, и среди них в том числе есть Hansard, Investors Trust и RL360. Когда мы говорим о доступе к зарубежным паевым инвестиционным фондам и биржевым индексным фондам, в том числе можно использовать для доступа к этим инструментам, для доступа к этим инструментам зарубежные страховые компании, которые создали продукт, который носит различные названия, среди которых вы могли бы встретить юнит-линкт, полисы юнит-линкт, страховая обертка, либо страховая обертка, либо страховая оболочка, либо английский метод инвестирования. Все это является инвестиционным страхованием жизни. Давайте разберемся с каждым из этих понятий. В 60-е годы прошлого века в Англии пришли к созданию страховой обертки, страховой оболочки, которая заключалась в том, что если вы накапливаете капитал в обычных договорах страхования жизни, то он не облагался налогом на доходы физических лиц. Поэтому появилась идея создать инвестиционный инструмент, который можно огранить в страховой полис. Но вместе с этим это не будет обычным страхованием жизни, а инвестируя в том числе в паевые инвестиционные фонды и в биржевые индексные фонды, вы будете получать инвестиционный доход, который тоже не будет облагаться налогом на доходы физических лиц. Поэтому отсюда и название английский метод инвестирования. Поскольку он появился в Англии в 60-х годах, почему его называют страховая обертка, либо страховая оболочка? Потому что инвестиционному инструменту придали форму договора страхования, куда вы вкладываете деньги, которые позже в свою очередь распределяете в инвестиционные инструменты, которые приносят вам инвестиционный доход. Поэтому по сути страховая обертка, страховая оболочка это инвестиционный инструмент, облачен в форму договора страхования жизни. Также в интернете вы можете найти синоним страховой обертки, либо английского метода инвестирования, как полисы юнит линкт, либо компании юнит линкт. Ранее, когда мы с вами рассматривали пифы и ETF, мы говорили, что инвестируя в эти инструменты, вы покупаете долю, вы покупаете пай в инвестиционном портфеле. С английского языка юнит можно в том числе перевести как пай, либо доля, либо единица владения. Поэтому по сути полис юнит линкт это юнит привязанный к вашему инструменту инвестирования. Можно назвать его так. Поэтому все, что я ранее сказал, юнит линкт, английский метод инвестирования, страховая обертка, страховая оболочка, инвестиционное страхование жизни, это все синонимы. Это все мы говорим об одном и том же, что вы можете получить доступ к зарубежным инвестиционным фондам и биржевым индексным фондам посредством вот этого такого интересного инструмента, который совместил в себе классические отношения, которые возникают на основе договора страхования жизни и такого договора на инвестиционную деятельность. Можем назвать ее так. Давайте теперь чуть ближе рассмотрим те компании, которые могут нам, гражданам Украины, либо гражданам стран СНГ предоставить доступ к такому инструменту. На момент 2017 года, когда я с этим разбирался, насколько я помню, было три компании. RL360, Hansard и Investor's Trust. Каждый из которых я бы хотел сейчас уделить внимание. Так, друзья, давайте начнем с компании RL360. РЛ360. Сразу вы можете посетить главный сайт RL360.com, но я советую сразу перейти на RL360 Services, где вы сможете ознакомиться с продуктами, которые предлагает эта компания. Сразу оговорюсь, что украиноязычного и русскоязычного меню нет, поэтому придется разобраться на английском языке. Но, возможно, не придется. Почему? Потому что, когда я с ними связался, вот непосредственно через меню контакта, я им написал письмо о том, что меня зовут так-то и так-то, меня вот интересует возможность инвестирования через вас. Мне сказали, что напрямую они такие услуги не оказывают, и я должен найти финансового консультанта, который якобы аккредитирован их компанией, и который мне сможет предоставить доступ к этому продукту. Но позже я узнал, что, по сути, финансовые консультанты на территорию Украины уже не оказывают услуги к доступу через компанию RL360. Поэтому, по сути, она просто отвалилась сама собой. Следующая компания, с которой я начал разбираться, это была компания Hansard. Здесь тоже только англоязычное меню, поэтому техподдержки вы можете написать тоже на английском языке и ознакомиться, собственно, с продуктами компаний, в том числе на английском языке. Здесь у них, вот на сайте, есть их официальный email, посредством которого вы можете написать в их службу поддержки. И непосредственно я тоже к ним обратился, вот с таким письмом, что меня зовут так-то и так-то. Я вот в Украине и хотел бы понимать, есть ли у меня доступ к вашим продуктам. На что мне пришел ответ аналогичный как RL360, что да, они принимают новых клиентов именно из Украины, однако напрямую тоже ничего не оказывают и я должен найти финансового консультанта, который непосредственно мне уже расскажет про продукты и про доступы к этим продуктам. На что я ответил, как бы это все хорошо, но есть ли у вас контакты, к кому мне обращаться и где мне вообще искать этих финансовых консультантов. Ну, должен сказать, что здесь в отличие от RL360, мне уже напрямую непосредственно из киевского офиса написали о том, что вот мы в Киеве, мы можем вам предоставить подробную консультацию, что вас интересует и далее по продуктам. Если мы ознакомимся с продуктами непосредственно Hansard, то здесь как раз и видно, что они либо предлагают продукт, как бы с регулярными взносами и с единоразовым взносом. Если мы, допустим, возьмем с регулярными взносами, то здесь у вас открывается меню и вот идет тот минимальный взнос, который вам позволит участвовать в их инвестиционной программе. Но если мы говорим о долларах США, то это 300 долларов в месяц минимум на 5 лет. Поэтому здесь нужно думать, готовы ли вы, допустим, на такой длительный срок ежемесячно выделять такую сумму средств. А если мы говорим о разовых отчислениях, то здесь у нас минимальный идет в сумме 2750 долларов на срок тоже не менее 5 лет. Поэтому здесь нужно думать, готовы ли вы на такие инвестиционные условия. Поскольку для меня, ну в принципе, сумма в минимум 300 долларов, даже когда я находился за границей, была немного обременительной, то я как бы в том числе начал рассматривать и третью компанию, которая была Инвестор Страст. Здесь сразу было более удобно, потому что вы можете выбрать разную раскладку, в том числе есть и русский язык, поэтому более удобно изучать продукты, более удобно выходить на связь. Через меню связаться с нами, через меню контакты вы отправляете запрос, вам приходит автоматический ответ, что с вами свяжутся в ближайшее время. И действительно, дальше, спустя какое-то время, с вами связывается непосредственно сотрудник, который привязан к вашему месту жительства. Несмотря на то, что я в то время жил за границей, я все равно указал, что я из Украины, из Киева, и со мной именно связался консультант именно с Киева. И уже дальше, в режиме вопросов-ответов, он так максимально постарался ответить на мои вопросы. Когда мне уже компания Инвестор Страст обеспечила коммуникацию через непосредственно финансового советника, который в том числе проживал в Украине, в городе Киеве, когда я сам начал более подробно изучать продукты на сайте компании, то я определил для себя, что здесь более низкий порог входа. То есть, имея возможность инвестировать 100 долларов ежемесячно, вы уже могли бы приобрести такой полис страхования жизни. Однако, на том этапе, помимо того, что я в принципе могу просто зайти за счет низкого финансового порога в этот инструмент, хотелось еще разобраться неспосредственно с компанией, что из себя представляет тот же Инвестор Страст, поскольку до этого я о ней особо не слышал, это не Generali Garant, которая как бы всемирно известна, либо Swiss Life, который уже просто за счет, ну как бы слухов, есть какой-то кредит доверия. А так я начал смотреть в интернете, что из себя в принципе представляют такие брокерско-страховые компании, которые зарегистрированы непонятно где, и которые по сути предлагают продукт, о котором вы только услышали на семинаре, прочитали в интернете или в книгах. Поэтому, что мне удалось узнать, пока я изучал информацию об Инвестор Страст в интернете. Итак, с чего можно было начать оценивать компанию? В принципе, здесь я в том числе ориентировался на книгу Владимира Савинка, где он говорит о своем методе выборе компании, зависимо от рейтинга. Дело в том, что как странам, так и отдельно компаниям, зарегистрированных в странах, присваивается рейтинг известными агентствами, известными рейтингами агентствами, среди которых может быть Standard Poor's, Moody's, Fitch. Поэтому в том числе можно было бы хотя бы просмотреть и проанализировать, в какой стране зарегистрирована Инвестор Страст, какой рейтинг присвоен самой стране и какой рейтинг присвоен непосредственно самой компании. Итак, что мне удалось узнать про компанию Инвестор Страст? На ее сайте можно ознакомиться с информацией, что компания работает с 2002 года и зарегистрирована на Каймановых островах. Если смотреть на Каймановые острова, то я нашел информацию, что агентство Moody's присвоило Каймановым островам рейтинг АА3. Если посмотреть, то рейтинг АА3 – это рейтинг, который входит в инвестиционный класс, который на долгосрочную перспективу говорит о том, что страна благоприятна для развития и долговые обязательства с этим рейтингом считаются обязательствами высокого качества с очень низким кредитным риском. Поэтому по сути по данным непосредственно, что касается рейтинга самой страны, то он как бы один из лучших. Если же мы говорим конкретно о самой компании InvestorStress, то рейтинг ей составляли в компании AMBest. AMBest – это рейтинговое агентство по ценным бумагам и биржей, но в отличие от других рейтинговых агентств, например, как StandardPurse, тоже Moody или Fitch, которые работают по сути для широкого спектра сектора бизнеса, AMBest исключительно сконцентрированы на страховом рынке, то есть на рынке страховых компаний. Когда я зашел на сайт AMBest, для этого нужно было зарегистрироваться, пройти там определенную процедуру, можно найти, что InvestorStress имеет на сегодняшний день рейтинг A-, Excellent. A- это значит, по сути, Excellent превосходный, отличный рейтинг. И если посмотреть на историю, то еще в 2017 году, когда я только подключался к плану, этот рейтинг был B++, что значит, я так понимаю, тоже хорошо, но вот сейчас A- это еще лучше, то есть они даже поднялись в рейтинге. Если отдельно рассмотреть рейтинги AMBest, что они значат, то можно найти, что A- это отличный рейтинг. То, что он был B++, это было хорошо. То есть сейчас он поднялся выше. Также я нашел информацию о том, что InvestorStress действительно работает с 2002 года, потому что лицензия была выдана с 2002 года. Более того, я нашел информацию, что InvestorStress входит в Международную ассоциацию страховых компаний, в которую среди прочих входят и Альянс страхования, и Дженерали, и тот же Hansard, который мы рассматривали, и RL360, и Цюрих. Поэтому, в принципе, с этой точки зрения тоже можно говорить о какой-то, в принципе, о каком-то развитии компании и о какой-то ее надежности. Более того, если посмотреть на само полное название компании, то она называется InvestorStress Assurance SPC, что значит Segregated Portfolio Company. Иными словами, эта аббревиатура означает схему, при которой портфель компании формируется отдельно от портфеля клиентов. Иными словами, наши активы, активы инвесторов, отделены от капитала страховой компании и находятся в распоряжении специальных банков-депозитариев. Это тот первичный анализ, который удалось, в принципе, провести. Мы с вами определили, что компания находится в стране с высоким рейтингом. Сам кредитный рейтинг самой компании тоже достаточно высокий. Что компания имеет лицензию, что компания входит в Международную ассоциацию страховых компаний. Что активы компании отделены от активов инвесторов. И все это, в принципе, на бумаге вроде как смотрится неплохо. Но на сегодняшний день, если давать более объективный вывод, что касается работы с этой компанией, насколько он целесообразен сегодня, какие выгоды вы действительно получите. Более я бы так детально хотел бы остановиться уже в следующем выпуске, когда смогу уделить внимание конкретно своему страховому полису, конкретно своим отчислением и накоплением. Страховой план у меня уже на руках более года, точнее год и один месяц. И я могу хотя бы говорить, есть ли та потенциальная доходность, которая написана на сайте, о которой говорят финансовые советники, или наоборот, на сегодняшний момент цена моего полиса, либо моего портфеля даже ниже тех суммарных вкладов, которые я внес. Всему этому я более подробно уделю внимание уже в следующем выпуске, когда конкретно остановлюсь, какой полис я выбрал, и какие результаты работы этого полиса за год. То есть сможем так себе подытожить. Ну а пока на этом все на сегодня, и дальше мы переходим к нашим уже постоянным рубрикам, и в том числе в прошлом выпуске мы показали, что мы брали дополнительные деньги с нашего автомата по выдаче жевательной резинки, а вот на этой неделе у нас офис провел такую небольшую чистку, и мы собрали очень много документов, которые уже мы не используем, которые можно по сути в том числе сдать на переработку, и таким образом тоже получить деньги. Поэтому предлагаю оставаться с нами и посмотреть, что же нам удалось найти в нашем офисе. Так, друзья, ну где-то так, это все эти документы, которые мне еще необходимо будет пересмотреть, часть которых нужно будет опустить в шредер, по сути ждет еще долгий вечер, долгая ночь, но пока могу сказать, что в этом есть и польза. За время, что мы перебирали ненужные дела, мы находили почти в каждой папке какие-то небольшие деньги, 2 гривны, 1 гривна, 5 гривен, 10, где-то даже 100. Как правило, это возможно деньги с проезда, либо какие-то нотариальные траты, сдача, либо сдача с каких-то административных сборов, которые мы платим. Поэтому я еще внимательно пересмотрю все папки, все равно пока буду перебирать, и посмотрим еще, какую сумму удастся найти в тех документах, которые у нас были, и которые просто были даже не учтены. Ну и плюс мы закончим разбираться с документами, и сдадим в том числе на переработку эту бумагу, и посмотрим, сколько нам удастся выручить за сдачу этого вторсырья. Поэтому оставайтесь с нами, ну а дальше мы переходим к нашей постоянной рубрике, где мы показываем, сколько нам удалось сэкономить и отложить денежных средств за предыдущую неделю. Оставайтесь с нами. Так, друзья, добро пожаловать на нашу традиционную и постоянную рубрику, сколько же нам удалось сэкономить и отложить денежных средств за предыдущую неделю. В этот выпуск мы уже не будем включать, сколько нам удалось получить денежных средств за сдачу нашего вторсырья нашей бумаги поскольку мы еще продолжаем шредерить и займемся сдачи непосредственно в другой день но то что нам удалось суммарно найти в папках то что я говорил какие-то небольшие суммы которые наверняка являются сдачей с каких-то трат на административные сборы нотариальные услуги проезд то что как бы забывалось учитываться здесь много мелких купюр в основном но на общую сумму как бы там ни было здесь тысячу 105 гривен поэтому я смело их записываю и кладу в нашу коробку деньги на которые мы вообще даже не рассчитывали также мы продолжаем искать друг откуда же еще можно получить дополнительные деньги для нашей копилки и в том числе мой друг и партнер denis сбросил мне телефон человека который покупает старые nokia именно конкретной модели вот у меня была когда то nokia 88 20 раньше она была в цене сейчас по сути все перешли на сенсорные либо телефоны либо на айфоны и ценность nokia уже упала но есть человек который скупает реставрирует и отправляет в азиатские страны где они якобы по-прежнему имеют ценность и суммарно мне удалось реализовать мой старый будешь на телефон и еще за 4000 гривен и отдельно мы продолжаем экономить и откладывать наши личные средства за эту неделю нам удалось сэкономить тысячу гривен и положить мы можем только 2000 гривен немного но суммарно с учетом тех денег на которые мы рассчитывали очень даже неплохо поэтому суммарно еще 3000 гривен наши личные деньги которые мы можем выделить с наших доходов и так суммарно тысячу сто пять гривен плюс 4000 гривен плюс 3000 гривен и того мы сегодня можем отложить 8 тысяч сто пять гривен и напоследок уже наша постоянная рубрика это из каких инвестиционных инструментов состоит наш инвестиционный портфель и в какой пропорции поэтому оставайтесь итак друзья наш инвестиционный портфель на день сегодняшний состоит из денег размещенных на банковских вкладах на общую сумму 76 тысяч 250 гривен и наличных сбережений с учетом отлой отложенных сегодня на общую сумму 35 тысяч 50 гривен в процентном соотношении наличные средства занимают у нас тридцать одну целую сорок девять сотых процента инвестпортфеля а банковский вклад занимает шестьдесят восемь целых пятьдесят одну сотую процента где-то так друзья на этом все на сегодня как обычно пишите ваши комментарии задавайте ваши вопросы я постараюсь максимально подробно на них ответить если буду владеть достойной информации чтобы ответы были максимально развернуты и понятны для вас также делитесь своим опытом был ли у вас опыт покупки таких страховых полисов на какой срок под какие условия какой результат они показали мне будет интересно рассмотреть ваши примеры ну и конечно же друзья ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал ну и капитализируйтесь вместе с нами до новых встреч с вами был мирослав король вы были на канале миллионер за 7 лет всем пока